Как бельмо на глазу. Эти люди, наверное, тоже не слышали о дизайн-коде. Как вы думаете, стало меньше рекламы? Сам Ротшильд в 1912 году. Дизайн-код номер 1250. Что это такое? Для чего он был разработан? Об этом чуть позже, а сейчас вернемся на 4 года назад. Нашел старый сюжет. От 7 ноября 2016 года, который называется «С улиц Днепра», уберут более 3000 рекламных носителей. Посмотрел и подумал, нет, не давили дело до конца. Кількость зовнішних рекламных конструкций у Днепра зменшится приблизно в 4 рази, розповідають в управлении рекламы та торгівлі. Сегодня в місті розташовано 4,5 тисячі таких объектів. Більшість з них встановлена с порушеннями правил. Установлені с порушеннями правил? Я не сомневался в этом. А вот что касается количества рекламных носителей, то сложилось впечатление, что они уменьшаются, то опять каким-то чудесным образом снова появляются. Кажуть, винні у цьому попередні розпорядники. Зокрема, відповідальне адміністративно-технічное управление майже не виконувало рішення міськради про демонтаж ще з 2014 року. Тож утілюватимуть їх тепер. Шо? Опять попередники виноваты? Ну, блин, попередники. Минулого тижня знесли перші три білборди. Лише цим обіцяють не обмежуватися. Ну, как говорится, ліха біда начала. Это видео за 2016 год. Не обмежуватися? Думаю, если бы не обмежувалися, то результат был бы другой. Будут разработаны общие правила, которым будут соответствовать все рекламные носители в городе. Чтобы не было таких случаев, что стоят борды совершенно разного вида, разнотипные, ржавые, не выдерживают ветровой нагрузки. Давай, давай, Руслан, не останавливайся. О бигбордах скажу отдельно, чуть позже. А сейчас кратко расскажу о дизайн-коде 1250 и покажу, как преобразился наш город после внедрения дизайн-кода. Итак, это набор правил и инструкций для размещения наружной рекламы в Днепре, для магазинов, кафе и других заведений. Новый дизайн-код был принят в 2019 году и содержит стандарты для вывесок и других конструкций наружной рекламы. Следовательно, правилам наружной рекламы обязаны все заведения в городе, которые попадают в соответствующие области. Днепропетровск условно поделен на несколько областей, которые имеют свои требования к дизайну и правилам размещения наружной рекламы на фасаде. А точнее, зона А, историческая зона, где размещаются строения, начиная со времен Екатеринослава 1890-1815 года. Это практически весь центр города, так называемая Красная линия. В этой зоне действуют максимально жесткие требования к вывескам по дизайн-коду. Зона В – около центра. В этой области действуют немного упрощенные требования к наружной рекламе. Зона В – показана серым цветом. Зоны с нерегулярным строительством. Промышленные зоны, в общем, вне зон А и В. Для чего ввели новый дизайн-код? Из-за большого информационного загрязнения было принято решение о принятии мер урегулирования размещения наружной рекламы. Именно поэтому архитекторами и художниками Днепра были разработаны стандарты для вывесок и баннеров, чтобы все они соответствовали одному виду. Вывеска должна иметь отступ от исторических частей фасада не менее 15% с каждой стороны. Вывеска должна быть над входом. Она не должна быть на сторонних конструкциях, таких как козырьки, массивные рамы и другие элементы. Нужно размещать прямо на фасаде, либо расположив на металлических планках. Если вывески имеют подсветку, нужно рассчитать свечение, чтобы было оно равномерным. Как согласовывать наружную рекламу? Даже если вы поняли, как необходимо сделать вывеску для магазина, все равно ее надо показать главному художнику города, чтобы получить одобрение. В противном случае вы получите предписание, что повлечет за собой пересогласование вывески. Давайте посмотрим, как преобразился город после применения дизайн-кода, а также посмотрим, все ли его придерживаются. Ну и первое, что на моем пути попалось, это, конечно же, фирмовый магазин «Рошен», который находится на проспекте Карла Маркса ранее, ныне Яворницкого. Да, конечно же, вывеска стала лучше, приятней по сравнению с тем, что было. А я продвигаюсь к центральной площади и заодно вам покажу, конечно же, нашу елочку. Она искусственная, но зато у нас есть елочки натуральные. Вот такие. А владелец этой вывески, скорее всего, не слышал о дизайн-коде. И на крыше, как берьмо на глазу, до сих пор осталось. Кстати, на здании Минчермета, вот здесь, вверху, на крыше, была всегда надпись большими буквами «Слава КПСС». Сейчас это вывеска. Руководство ЦУМа, наверное, ничего не слышало о дизайн-коде. Надо сказать, что ЦУМ у нас всегда подвергался наибольшему вандализму. Впрочем, как и сейчас, вы видите эти ужасные, огромные плакаты. Спроектировал наш великий архитектор Красносельский. А его вот так вот уродует фасад. Заодно вам покажу ярмарочку, которую устроили вокруг карусели. Это Европейская площадь, ранее улица Миронова. Здесь когда-то была большая барахолка, но этот ролик сейчас не об этом. Я посмотрю, как дело с дизайн-кодом обстоит здесь. Ну, в общем, не так все плохо. Здесь тоже вывески заменили. Придерживаются. Хорошая, спокойненькая вывеска. Вот эту рекламу можно смело назвать издевательством над фасадом. Эти люди, наверное, тоже не слышали о дизайн-коде. Это настоящее уродство. Ну, конечно, стало лучше. Многие-многие магазины, конечно же, поменяли свои вывески. Они стали красивее, аккуратнее. Это факт. Кстати, вот здесь был кинотеатр Украина. Вот здесь синяя птица. Ну, я вам, вообще-то, показываю вывески. Насколько они стали меньше, аккуратнее и приятнее, действительно. Друзья, это у нас так называемый бульвар художников. Здесь художники продают. Я решил спросить мнение одного из продавцов. Привет. Как вас зовут? Здравствуйте. Ирина. Ирина, как вы думаете, стало меньше рекламы? Рекламы меньше не стало. Причем реклама такая, которая навязчивая, неинтересная. И мы, честно говоря, на нее внимания не обращаем. Ирина, а вот сами размеры, то есть качество рекламных вывесок, оно изменилось? Я вот прошел по проспекту и смотрю, все-таки, действительно, вот эти огромные вывески, они поменялись на более изящные, маленькие. Ну, я так заметил. А вы как думаете? На магазинах, да. Но вот эти бестолковые щиты, которые портят нам вид и вообще, они как были, так и остались. То есть их не стало меньше? Их не стало меньше. Их очень много вдоль дорог. Они отвлекают. Я считаю, что они бестолковые. Ирина, а я вообще сейчас вот прошелся по центру и я обратил внимание, прям действительно, огромные бигборды исчезли. По крайней мере, вот возле центральной площади, там было два больших бигборда, их сейчас нет. Вот за вашей спиной, посмотрите. Вон, вон, за вашей спиной. Видите? Ну вот, вот, ну вот он. А, так это средние бигборды. А я имею в виду огромные бигборды, 5-метровые, 6-метровые. Ну, я не знаю. Честно говоря, для меня, как для гражданина города, вся эта информация, которая там, она совершенно не нужна. Потому что то, что мне нужно, я найду. В интернете, в газетах, где угодно. А это, ну, так, мусор на наших улицах. Спасибо, Ирина. Спасибо. То, что считаю, то и говорю. Спасибо. Удачного дня. До свидания. Это наш национальный банк. Кстати, скажу вам, ни за что не догадаетесь, кто его построил. Сам Ротшильд в 1912 году. Памятник полю. Все-таки качество наружной рекламы поменялось в лучшую сторону. Хотел бы обратить отдельное внимание на такое уникальное явление, как наши огромные бигборды. Ни в одном городе Германии, Нидерландов, Бельгии и так далее нет бигбордов, уродующих облик города. Это европейский стандарт. Хотя надо отметить, что будучи в Польше в начале 90-х, я видел такое чудо, бигбордами трасса буквально пестрила на подъезде к Варшаве. Ну, как там сейчас у них, не знаю. Давно не был в Польше. Также считаю, что оправдания касательно доходов в бюджет города от крупногабаритной рекламы абсурдны. Так же, как и суммы ничтожны, а официальное трудоустройство людей, их обслуживающих, мизерно. Кроме того, бигборды отвлекают внимание водителей, провоцируя аварии и смерти. А нелегально установленные бигборды – это настоящая коррупция. Резюмирую и предлагаю убрать из города абсолютно все огромные бигборды, по крайней мере, из центра города. Без каких-либо привилегий. Например, этот бигборд пусть остается, потому что на нем социальная реклама. Повторю, предлагаю убрать все. Вот увидите, как преобразится и станет краше наш город. Но, наверное, это не произойдет. Интуиция мне подсказывает, что деньги победят в очередной раз. А что вы думаете по этому поводу? Есть ли проблема? Или все не так страшно и ужасно? Пишите комментарии и обязательно нажмите на колокольчик. С вами был Виталий Пескун и канал Vitalway. До свидания, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok